Все так просто складалось в этой игре. Как вы характеризовали бы этот двобей? Это только первая половина встречи, еще ответная игра. Конечно, очень доволен, что мы победили. Масса моментов, конечно, которые мы не забивали. Но ребята молодцы, они до конца выстояли, они услышали меня. То, что я от них требовал, они выполнили на все 100%. Ну, вы так на початку почали совсем непогано, мало кілька моментов для того, чтобы реализовать. А потім, начебто, здалося, что ваш суперник трохи перекусил вас здесь. И, очевидно, их переваги не было, но гра десь была, так знаете, в один и в другой бек. Ну, могли забить и те, и другие, но чувствовалось, что идет до забитого, но случилось совсем иначе. Ви тривалий час грали другим номером. Завдяки, ну, таким вкидам у зону атаки суперник десь через дрібный короткий пас. Різная тактика, але результат був на вашу користь після фінального свистка. Ну, вы понимаете, это футбол, владеть инициативой, когда еще играешь 5 на 5, всегда очень тяжело. Это достаточно должны быть квалифицированные футболисты. Конечно, команда, мы меняем тактику, мы или прессингуем, или садимся от обороны. Ребята полностью, я еще раз повторюсь, молодцы, выложились, услышали то, что я хотел, то, что я требовал от них. Они, когда нужно прессинговали, когда нужно оборонялись. Вообще, я вот настолько, мне приятно за всех ребят, вообще, я очень рад. И то, что ключевой момент, ну, я не знаю, может быть, стал пенальти в наши ворота. Когда все равно собрались, забили хороший стандарт, ну, а дальше довели... Ну, просто такая нестандартная ответственность. Пропустили, это стало ключевым моментом. Ну, почему? Когда как раз ребята заводят, когда судья свистит пенальти, я хотел бы, конечно, тоже получить объяснение от него. Когда мяч попадает с полуметра в руку, человек не успевает ее убрать. Как бы, я знаю, что трактуется это, он же не играет рукой. Если бы он успел убрать ее, когда-то мяч, там, в пяти, в четырех, в трех метрах, с полуметра человек, ни любой не уберет руку. Вот хотел бы, вот из-за этого разозлились и, наверное, выиграли. Ну, и два запитания, дуже коротких. Как удалось автоматизировать эмоции? Зокремо, Виктор достаточно эмоционально ставил руку на будь-яке, где-то проничьи рета, ситуации на поле. Ну, это у Вити надо спросить. Успокоились, на лавочке всех ребят тоже успокаивал. У каждого человека бывают ошибки, будь это футболист или судья. Тут ничего страшного, мы просто будем готовиться к следующей игре. И останется питание, результат по гри? Не могу сказать, надо смотреть по горячим следам. Но то, что мы не забили много моментов, это для меня большой минус. Дякую. Нет.